В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Официальная версия. Кто виноват в срыве стоков сдачи 10-й школы? Знатоки автомата Калашникова в центре внешкольной работы прошла военно-патриотическая игра. В памяти капитана Александра Майору в Сарове завершился чемпионат органов безопасности привозка федерального округа по рукопашному бою. Далее расскажем обо всем подробно. Разговоры о ремонте 10-й школы не утихают. На прошлой неделе наша съемочная группа побывала в учебном заведении и посмотрела, как продвигаются работы. Спустя несколько дней официальный комментарий нашему каналу о ходе реконструкции школы дали представители администрации. Подробности далее. Вопрос сдачи 10-й школы в эксплуатацию после капитального ремонта давно волнует учеников и их родителей. Подрядчик должен был закончить работу 15 августа. Но к этому времени строители успели лишь укрепить стены и основания, завершить внешнюю отделку и заменить коммуникации. По словам заместителя главы администрации по капитальному строительству и архитектуре Владимира Еминцева, одной из проблем стали недоработки в проекте. Здесь наложилось то, что, опять же, качество разработки проектной документации, вот это вот время, которое прошло до момента начала капитального ремонта в школе, это внесло свои коррективы. Соответственно, приходилось на протяжении всего этапа капитального ремонта постоянно работать по какими-то внесениям изменений в проектную документацию. Открытие учреждений неоднократно откладывали. К декабрю строители снова не успевают сдать объект. Еще одной причиной задержки сроков стал слабый технический и рабочий состав подрядчика. Подрядчик Нижегородский, вот, как такового персонала в достаточном количестве у него нет. В основном это наемные бригады городские, какие-то сторонние, опять же, ООШки, тоже, там, Мордовии, областные, ну и, соответственно, у подрядчика недостаточно финансовых возможностей, чтобы, ну, правильно распределять и профинансировать те работы, которые выполняют его субподрядчики. По словам подрядчика, выполнено 70% всех работ. Рабочие выкладывают напольные покрытия, красит стены, продолжают проводить электричество и ремонтировать санузлы. Почти готовый спортивный зал, столовая, кабинеты и большинство коридоров. Ремонт десятой школы планируют закончить к первому января, чтобы за новогодние праздники ее успели отмыть и подготовить к началу занятий. Если подрядчик снова не уложится в срок, штрафные санкции в сторону компании продолжатся. Санкции к подрядчику уже идут. У него срок исполнения подряда был 15 августа. И уже начиная с 15 августа до момента, будем говорить, сдачи школы в эксплуатацию, ему начисляются пени, штрафы, которые будут взысканы с тех денег, которые он должен был получить. Откроет ли обновленную школу к следующему учебному полугодию, покажет время. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Напомнил с минувшей недели сотрудникам правопорядка. Расскажем в следующем репортаже. На перекрестке улиц Ленина и Харитона Саровчанин не справился с управлением и врезался в световую опору. Мужчина не стал сообщать об аварии и скрылся с места ДТП. Но полиция все же узнала о происшествии от врачей. Водителю понадобилась медицинская помощь, и он вызвал скорую. Прибывшим сотрудникам ГАИ мужчина наврал, что попал в аварию за пределами города. К тому же он был сильно пьян. У нас сразу закралась тень сомнений. Мы нашли его машину, вот осмотрели ее. Там было видно, что она обняла такой цилиндрический предмет. Полицейские отсмотрели записи со всех камер видеонаблюдений и составили сразу два протокола о нарушении правил дорожного движения. Теперь ему грозит лишение водительских прав. Также на него будет составлен протокол по статье 12.33. Это за умышленное причинение механических повреждений средству организации дорожного движения, коей является световая опора. Всего за минувшую неделю сотрудники госавтоинспекции задержали 9 человек, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Один из них при проверке документов оказал полицейским сопротивлением. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Продолжается набор работников для переписи населения. Саровский отдел Нижегород-Стата сообщает о завершении одного из подготовительных этапов всероссийской переписи населения 2020 года регистрационного обхода. Мероприятие направлено на уточнение адресного списка Сарова. По его итогам установлено, что на территории города находятся более 2,5 тысяч жилых и нежилых зданий. Кроме того, продолжается набор переписчиков, которые в октябре 2020 года непосредственно будут собирать сведения о жителях. Заявки принимаются по телефону 677-66. Юные саровчане могут пройти бесплатное обследование в Центре здоровья детей. Процедуры включают в себя комплексную диагностику дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем, экспресс-анализ на сахар и холестерин, а также осмотр у стоматолога-гигиениста. Записать своего ребенка на обследование нужно через портал пациента. Центр здоровья детей работает на втором этаже детской поликлиники в Новом районе. В Нижнем Новгороде завершился областной конкурс профессионального мастерства «Золотые руки». Трое саровчан боролись за победу в номинации «Электромонтер». Молодые люди демонстрировали свои навыки по ремонту и обслуживанию оборудования. По итогам конкурса Алексей Исаев был отмечен специальным призом как самый молодой участник и занял второе место в своей номинации. Алексей Перфилов завоевал третье место. Александр Бабанов получил диплом участника. В Дворце детского творчества завершился муниципальный этап областного конкурса «Новое поколение 21 века». Свои умения, способности, знания и достижения демонстрировали лидеры молодежных общественных объединений. Победитель городского тура отправится на региональный этап, где поборется за возможность представлять Нижегородскую область на всероссийском конкурсе «Лидер 21 века». Эмоции, наверное, сейчас еще не совсем на том уровне, потому что я только-только узнала, и я, наверное, пойму это окончательно только к сегодняшнему вечеру. Поэтому сейчас я просто рада тому, что я победила. Марину Брагину переполняют эмоции. Она стала победителем муниципального этапа конкурса «Новое поколение 21 века». К мероприятию девушка готовилась несколько месяцев, писала речь, снимала видеоролик о себе и о своей волонтерской деятельности, а также готовилась к дебатам со своими соперницами. Для меня такой конкурс несложный, потому что я всегда в жизни любила рассуждать. А так как это дискуссия, то в принципе все, что мы делали, это рассуждали. И немного рассказали о себе. Рассказывать о себе я люблю, рассуждать я люблю, поэтому конкурс можно считать для меня. Несколько баллов до победы не хватило учениц третьего лицея Ольги Черюти. Она считает, что жюри ей снизило оценки за видеоролик. В некоторых моментах мы его, да, озвучивали за кадром, в некоторых моментах вот прям с видео получилось. Звук это все, все он портит, я считаю, в этом ролике. Так-то он неплохой. Я ни в капли не расстроилась, потому что у меня еще будет возможность поучаствовать в этом конкурсе и, может быть, поехать на область. Всего в муниципальном этапе конкурса «Новые поколения» 21 века в номинации лидера молодежных общественных объединений приняли участие четыре старшеклассницы. Жюри оценивало наличие конкурсантов, собственной позиции, креативный подход и актуальные аргументы при ответах на вопросы. Уже участие в подобном конкурсе – это определенный шаг. Шаг в сторону лидерства и оценки своих собственных качеств. Девочки выступили очень достойно. Церемония награждения пройдет 19 декабря во время конкурса «Бумеранг». Победитель городского тура «Новое поколение» 21 века будет представлять Саров на региональном уровне. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. На базе клуба «Здоровье» Центра внешкольной работы прошла командная игра «Знатоки автомата Калашникова». В ней приняли участие воспитанники военно-патриотических клубов и юнормейцы. Мальчишки и девчонки соревновались в знании военных дисциплин и практическом применении навыков обращения с оружием. Михаил Калашников – конструктор стрелкового оружия и изобретатель одного из самых известных автоматов в мире. В 2019 году исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича. К этой дате сотрудники Центра внешкольной работы приурочили открытую командную игру «Конкурс на «Знатоки автомата Калашникова» для курсантов военно-патриотических клубов и юнормейцев. Мы решили провести конкурс о знании в патриотических клубах, потому что непосредственно у нас основным оружием в военных силах является Калашников. Все об этом знают, но мало кто знает о самом изобретателе, о том, что он был непосредственно много лет очень сильно засекреченным. В конкурсе приняло участие четыре команды – школа номер 5 и 16, а также военно-патриотические клубы разведчик и мужество. Ребятам необходимо было пройти несколько испытаний, ответить на вопросы викторины, пострелять из пневматического оружия, рассказать, из чего состоит автомат Калашникова и выполнить неполную сборку-разборку оружия с закрытыми глазами. Участники клуба «Барс» школы номер 5 старались выполнить каждое испытание без ошибок, но это удавалось далеко не всегда. Единственная сложность для нашей команды – это была стрельба, потому что мы не пробовали стрелять из пистолета, для нас это было непросто. Автомат Калашникова мы, наверное, уже знаем наизусть, для нас это было прям самое простое испытание, и закрытыми глазами, открытыми мы чувствуем себя легко в этой сфере. Мария Головина руководит особым отрядом, в него входят только девушки. За первое место они боролись наравне с мальчишками. В некоторых испытаниях девочкам даже удавалось вырваться вперед по очкам, но в финале сильный пол оказался впереди. По итогам игры команда «Барс» школы номер 5 стала второй. Соревнования нам понравились, мы надеемся на проведение подобных, хотим еще участвовать везде и всегда. Первым стал военно-патриотический клуб «Развечья». К бронзу забрал мужество. Четвертое место заняла команда 16-й школы. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В нашем городе прошел 16-й чемпионат органов безопасности Приволжского федерального округа по рукопашному бою памяти капитана Александра Майорова. В турнире приняли участие 9 команд из Нижнего Новгорода, Пензе, Викса и Кстова. Саров на соревнованиях представляли бойцы городской федерации рукопашного боя и клуба «Панкратион» и военнослужащие Саровской дивизии. Подробнее о соревнованиях расскажем в следующем репортаже. Настоящие мужские поединки, жесткие и бескомпромиссные борцовские приемы, удары руками и ногами. Сотрудник госбезопасности, как никто другой, должен владеть техниками ведения рукопашного боя. На традиционный турнир памяти нашего земляка капитана Александра Майорова в этом году приехали участники из Нижнего Новгорода, Пензы, Бора, Викса и Кстова. Саров представили две команды – спортсмены клуба «Панкратион» и сотрудники Росгвардии. Нашим спортсменам это почетно принимать в таком чемпионате участие, потому что они оказывают дань памяти нашему погибшему товарищу. А уровень чемпионата гораздо значительно высокий, потому что даже, например, Кустовская сборная – это практически сборная страны. Всего девять команд и пятьдесят участников. Среди них спортсмены с первым разрядом, десять кандидатов и семь мастеров спорта. Чемпион мира по рукопашному бою – Тахир Токарев. На татаме встречались по две пары соперников. Судьи пристально наблюдали за каждым движением участников. Удары, броски, стойки и удержания оценивались определенным количеством баллов. Победителя выявляли в каждой весовой категории. Саровчанин Антон Болоткин в шестой раз стал лучшим на турнире среди спортсменов до 85 килограммов. Подготовка сорокских спортсменов и подготовка всего турнира каждым разом, каждым годом только улучшается, потому что уровень растет соперников, уровень участников. Александр Феоктистов представлял команду Нижнего Новгорода. Рукопашным боем молодой человек занимается с семи лет. В первом поединке мастер спорта победил со счетом 10-0. Во втором сразил соперника болевым приемом на первой минуте и вышел в финал. Александр занял первое место в весовой категории до 70 килограммов. Удалось то, что отработал первым номером. В основном получалось самому больше инициатировать, так сказать. И работал то, что на тренировках отрабатывал все. Соревнования считаются очень хорошие. Тут очень ценные призы. Много спортсменов сюда приезжают. Уровень достойный. В 2001 году капитан Майоров героически погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Военнослужащий долгое время занимался рукопашным боем и стал кандидатом в мастера спорта. 16 лет подряд сотрудники силовых структур собираются, чтобы почтить память коллеги и продемонстрировать высокий уровень боевой подготовки. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах Канал-16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин